просто охуеваю возможно это можно было развить в себе нахуй надо какого хрена нам школе об этом не рассказывают хороший вопрос комары искажают реальность да нахуй мы тут живем это вот кстати без прикола чё да кто ничего не кричит мотор вот другое дело так ребята серёжа перед тем как нам начать надо обязательно сказать мне тут на ускали подписывайтесь на канал ребята это же важно важно это очень важно подписывайтесь на канал ставьте лайки ставьте дизлайки пишите самые мерзкие комменты которые вам только нужно это помогает алгоритму ютуба работать лучше и чтобы наш ролик попадал рекомендованное ваша активность здесь является первостепенной серёж ну ты можешь тоже все подписывайтесь на канал илона маска я очень рад что ты пришел спасибо спасибо что вот это пожалуй моя самая долгая продюсерская прелюдия с тобой получилось сначала была пандемия да ты сказал не хочу тревожить домашних никуда не пойду потом ты пошел к славе комиссаренко я скажу честно я затаил на тебя небольшую обиду нет слава комиссаренко меня позвал сразу на следующий день после того как все ограничения сняли ну то есть не мог ему отказать понятно потом у тебя тур да и вот мы здесь да да как прошел тур расскажи да нормально местами пандемийно местами хорошо то есть пандемийно в смысле что там в некоторых местах приходилось давать два концерта по сто человек то есть там допустим мы брали допустим мы понимали что большой зал допустим нам не дадут поэтому брали маленький изначально где там 200 человек мы думали сделаем концерт на 200 человек допустим но потом как ну и думали нам ничего не грозит пандемии ну все 200 человек в целом почему нет небольшой зал а потом нам сказали что нет нельзя нужно допустим в ростове нам сказали что нужно взять зал на 400 и посадить туда два раза по 200 только тогда можно ой два раза по сто только тогда можно а то есть физически люди реально сидели через друг да ладно вот так было да 4 квадратных метра на человека должно быть в помещении причем проданы билеты были сначала на зал в 400 нет сначала на зал в 200 на небольшой зал а потом начали нам сказали да идите в зал который 400 человек и там так они сидели в ростове далеко друг от друга но нам сказали местные ребята что это вообще чудо что у нас хоть ну что что мы у нас прошло мероприятие это там вообще нет мероприятий там вообще на самом деле много где нету только в москве всем что-то насрать я честно тоже удивился почему у тебя так получилось съездить во много городов и без ограничения и вас там не отменили по моему вообще нигде ну нет нас нигде не отменили вот в этот заезд но были проблемы там и воронеже там тоже некие проблемы то есть там не давали какие площадки там некоторые ну какая-то такая совсем самом деле ерунда ну то есть краснодаре вообще то есть мы поехали в ростове там все вот так сидят в краснодар приехали там вообще всем насрать полный зал забился и все два раза были какие-то ситуации схожие ситуации драка стаканы летели кто-то на тебя огрязался да нет нет сейчас таких сейчас таких людей все меньше и меньше разве что иногда там пьяный кто-нибудь выкрикнет но его быстро осаживаешь и все ты научился сам с этим работать да так я всегда с этим и работал просто момент что там либо можно на нем сильно заострять внимание и с ним дальше дискутировать блять все время а так в целом если то есть я с ним общаюсь если он агрессивный очевидно вот там то есть если если он выкрикивает я никогда не против чтоб человек выкрикнул если он выкрикивает я ему там могу что-то сказать и что-то из этого получится смешное а если ты говоришь что-то человеку и ты отвечаешь ну ты слышишь когда он агрессивный это сразу слышно он не идет на контакт он просто агрессивный тогда просто его выводят и все сохранить какие сколько самое долгое ты отсутствовал дома из-за тура ну месяц месяц самое долгое в этом в этой в этой весной будет два ты помнишь у тебя был разговор с твоей женой был реально еще ну смотри до того как ты стал тем кем ты являешься сейчас что когда-то милая наступит тот момент что скорее всего я уеду и буду пропадать на долгие периоды времени и тебе как-то с этим придется совладать работать был разговор так ну был ну не то что был такой мы как бы это заранее не обсуждали типа но когда это случилось но она все понимает ну то есть она конечно скучает там все дела но она все понимает ты долго к этому ушел то есть это заработок такой заработок от которого ну то есть это хороший заработок и некоторые люди ради таких денег ну много времени сидят на своих работах а тут ты просто поездил выступаешь зарабатываешь деньги занимаясь тем что тебе нравится и еще выпендриваться по поводу того что ну чё это я не в москве не могу что ли выступать все время но это вообще неправильно просто почему спрашиваю мне кажется что долгие отсутствие одного из партнеров вообще в принципе негативно сказывается на отношениях но когда вы встречаетесь семь дней до а когда вы женаты шесть лет просто практика если я ничего не путаю у индийских моряков короче еще давным давно была такая история что они брали с собой своих жен в дальнее плавание потому что понимали чуть ли не в их древних трактатах еще писали что женщина которая находится на протяжении двух недель одна подсознательно спустя это время 14 дней начинает искать себе защиту короче как там объясняется все это женщины животные инстинкты не совсем так короче что там ты когда ты уезжаешь на 14 дней то ты тем самым освобождаешь как бы женщину от своей же защиты у них там с детства сначала ее защищает отец потом в молодости муж а в либо внуки либо мужья их дочерей вот и почему-то я даже вспомнил практику музыкантов наших российских они своих жен тоже в туры берут и делают их концертными директорами своими возможно из-за этого такое бывает но не знаю моя жена тяжело бы перенесла пока что этот график ну во первых начнем с того что он очень интенсивный и то есть а у нее там вообще проблемы желудками там нужно есть там определенные часы то есть а там бывает такое что ты просто едешь в поезде там потом просыпай выходишь с поезда едешь моешься просто в душ заходишь в номер я не не бывают такие ну дни что я в номере просто в душ хожу я там не сплю просто еду на концерт и сразу же уезжаю вот и это кстати закон подлости знаешь какое что приезжает когда вот ты не ночуешь в гостинице обычно гостиница крутая а если нужно провести ночь блять всегда какие-то подъебы это всегда вообще какая была самая дерьмовая гостинице но сейчас слава богу у меня уже плюс-минус все гостиницы хорошие и не в маленьких городах за исключением там не с чего выбирать ну а поначалу адок какой-нибудь меня был да у меня был выступал череповце года три назад за 10 тысяч рублей блять жил в гостинице типа гостинице наслаждение типа вот такое вот и там все обдроченное опять было что ты имеешь ввиду да все я лег вот я лег то есть там кровать нарастельная и на нее смотришь и ты видишь и вот и ты визуально ощущаешь что она грязная я там поспал вот так я в худе лег вот так надел капюшон и вот вот в чем приехал вот так лег поспал я стараюсь максимально не касаться немножко парить над кроватью и ну вот такая самая ужасная была гостиница вот это в череповце а так в среднем я не особо привередливый в этом плане что главное чтобы чистая гостинице было и все а но в целом когда удается больших то есть больших городах есть сетевики а сетевики это всегда круто то есть всякие холидей там паркины они всегда потрясно и в них всегда конечно приятно у тебя в райдере это прописано что гостиница должна быть от стальки то звезд да нет такого нет у нас то есть если есть сеть в городе то мы скорее всего будем склоняться к именно вот там к сети какой-то потому что мы всегда мы точно знаем какая это гостиница а если в городе бывает такое что нету город в многих городах нету сетевых гостиниц нет никаких таких есть только местные какие-то и хостел ну в хостеле не мы хостеле остаемся но но когда допустим ну берешь там какую-нибудь гостиницу приходится ее смотреть сильно то есть в городе надо прям посмотреть на сайт зайти фотки желательно потому что зачастую это вообще то есть я не поймаю ты вроде смотришь на фотку ну да она но по факту это не она как на букинге постоянно такая хрень да да просто пиздец ну я не знаю но в целом вообще большинство своем в городе всегда есть одна хорошая гостиница а еще у меня была хуево гостиница в чите это просто ужас блять был и как я тебе сказал уже в чите я был четыре дня чего так получилось как раз мы поехали и это в прошлом году было а в этом году в начале пандемии мы поехали она только начала вот набирать обороты только-только-только иначе и сначала отвалился один город на дальнем востоке и чтобы нам ну типа не сидеть там каком-то другом городе мы уже прилетели в чите отвалился один город благо в самом начале потом ничего не отвалилась и потом когда уже вообще пиздец отвалились там семь штук в конце вам было выгодно там перекантоваться да нам было выгодно остаться в чите и мы взяли там гостиницу какую-то блять и это просто во первых она была вот она была вот номер гостиничный он каким-то странным образом был по квадратуре как две вот этих сцены это много гигантский номер абсолютно непонятно зачем чем больше чем больше чем больше тем он ублюдски как оказался он там был какой-то обосранный ковер засранный блять какими-то бычками так это то есть и посередине кровать я так и думал что она посередине стояла и вообще ничего ты просто какой-то коробки и вообще вишенкой на торте было то что в девять утра напротив прямо вот так у меня окна так открываешь окна и там церковь стоит и в утра на начинали играть колокола каждое девять утра в минут двадцать играли колокола я все это каждые девять утра просто слышал то причащался каждое утро ну вообще да на самом деле это странно когда ты то есть я с москвы уехал на дальний восток там были концерты потом приехали в 4 4 дня там задержались у меня получается сбой этих поясов и это конечно мучение было в плане того что ты просыпаешься в 5 утра в гостинице хочешь есть а есть нечего ближайшая еда будет в десять в одиннадцать утра когда откроются ближайшие кафешки это просто пиздец ну ничего ну нет ничего не работает чите вот в пять утра ничего не работает чите холодно я в итоге дождался семи утра пошел в магазин в надежде знаешь какого-нибудь евроспара готовая еда нам кстати вкусно в спаре вкусно там нормальные но нету там все проспара поэтому вошел куда-то пятерочку знаешь где лежит сосиска в тесте она уже начала сворачиваться в себя вот это вот когда она иссыхает и она начинает вот так вот как рогарик вкручиваться в себя и она вот такая лежит что ты объясняешь я такую ни разу не видел если честно ну это вот такие вот типа сыр вы знаешь вот лежит сыр косичка ну да мы можно убить не то что он не засохший видимо видно что либо дырка в этой пакете но внутри уже происходит микро жизнь какая-то и все это ну и ты смотришь на это я зачем-то еще спросил типа там какие-то салаты вот эти знаешь они одинакового цвета все какого-то серо зелено фиолетовые салаты и морковка по-корейски да салат мечта блять вот это все я зачем-то еще умудрился спросить и по салаты свежие блять мне так посмотрела блять в семь утра типа чего блять да конечно по пути индийских моряков не пойдешь жену с собой в такое возить да да мне пришлось там что-то взять там перекусить дождаться какого-то утра ну что это на самом деле город контрастов я тебе так скажу я там испытал еще странные вещи типа то есть от момента когда мне пытались впарить серебряный крестик кривой спаси и сохранил тебя нет не он сейчас я вообще не ношу крестики но мне пытался чувак с дцп пьяный впарить серебряный крестик ну вот такая вот вот такая история представляешь то есть ты стоишь в этой чете и там все в депрессии зима и вот ну я стою курю и вот он доебался до меня это чувак слушай ну это балабановщина как будто да стопроцентная вообще и и вот вот до того момента что я искал себе барбершоп постричься что в чите да то есть тебя это не остановило и ты пошел искать барбершоп потому что парикмахерский опасно было бы ходить в чите поэтому я старался найти барбершоп и значит я пошел значит искать и там барбершоп значит много типа штук пять центре там было я значит пойду в один во второй третий и везде мне спрашивают вы за вы записывались я говорю нет они говорят тогда все тогда надо записаться а я смотрю в барбершопе никого нет я такой что это за хуйня вообще у вас тут в чите ну ладно на третий раз я уже позвонил в третий и говорю можно записать я просто рандомный взял просто вот так вот барбершоп что-то нажимаю говорю можно постричься они говорят да игру сейчас приду они такие как сейчас я такой ну вот прям сейчас приду они такие ну хорошо мы вас ждем ну нифига себе и значит я иду и прям вижу вот прям вот на подходе висит это выцвевшая надпись типа луиза блять с женщиной вот она значит такая синяя зеленая такая выцвевшая от времени барбершоп луиза серьезно слушай вот вывеска такая такой ну все пиздец приплыли вот я нажал куда-то а потом буквально за нее захожу и так как это стильная вывеска висит рядом ну такое помещение и рядом короче где-то девять или десять пиздюков лет 14 абсолютно вообще в полные щи обожжатые каким-то джин тоником они стоят держат эти полторашки просто в каком-то умате орут там что-то кто-то смеется блять вообще уже спит вот так вот я прям мимо них прохожу спускаюсь в подвал и просто охуеваю потому что в подвале я попадаю в место где мне винный бар мне на старте предлагают вина красного пока я жду барбера сбоку получается вот так стригут ребят а слева там мастер-класс по живописи и мне сказали оставайтесь после стрижки у нас сейчас будет живая музыка у нас сейчас стендап преподавать будет скрипка придет девочка на скрипке играть как называется это место я даже не помню как она называется в общем ребятам респект но я так охуел и я прям сижу и бармен он меня узнал и такой как вам чита я говорю ну интересно и он такой я говорю это вот такое вот место она таких еще места есть типа подобные чите он такой да не наверное нет поэтому мы работаем есть у тебя какой-то райдер да да конечно что в него входит расскажи вкратце что вот обязательными позициями ну там сейчас на типа там всякие нарезки так что перекусить теперь но непосредственно перед выходом на сцену да вино белое сухое вода кофе это можно ознакомиться только тогда когда уже вы все согласовали вы высылаете есть один пункт который постоянно раздражает почему-то всех заказчиков это белые носки у меня в райдер белые носки две пары потому что когда ты я их заказал туда написал потому что когда я еду в большой тур типа на 30 дней я вообще я охренел ну собой таскать эту просто гору грязных носков только через две недели то есть сначала ты просто берешь чтобы огромный пакет носков который кстати мешает и немного весит в сумке но через две недели этот пакет носков превращается еще вонючий пакет носков то есть ну понимаешь то есть ты каждый раз открываешь блять они там тухнут блять эти носки это нахуй мне надо блять если я могу их просто взять на концерте надеть и выкинуть на следующий день у земфира тоже такая тема белое полотенце вафельное она просит в каждом городе тоже многих организаторов смущал этот пункт видимо они слушай по моему уже не только земфира я сколько вижу все с белыми эти рэперы всегда с белыми платят они заказывают чуть ли там не 20 штук сразу же себе и потом их увозят просто да но у меня как у частного артиста типа райдер вообще типа супер скромный знаешь какие райдеры вот продакшен если ты работаешь с продакшеном какие-нибудь там какой тнт там вот они райдер вообще то есть я когда-то видел райдер их сумасшедший там вообще там чуть ли не чайная сорти кофейная сорти блять рыбная сорти блять везде все там слушай как вы поступаете когда не исполняется какая-то часть райдера допустим если у тебя колбасная нарезка не из того что ты любишь а из другого так сильно мы не доебываемся ты не разворачиваешься и не уходишь да два то есть два варианта как можно не попасть наш райдер нужно его вообще не сделать потому что его сделать абсолютно очень просто это в любом месте в любом заведении там есть этот сыр колбаса вода блять ну это салатик свежий ну да какая-то такая то все чисто чтобы там знаешь что в рот кинуть типа чтобы не есть перед концертом нельзя есть иначе это превращается в мужчине мучение а вот допустим там огурец какой-нибудь колбасой съесть это нормально главное без хлеба ты имеешь ввиду в мучении с точки зрения энергии которую ты производишь или голос это с точки зрения именно желудка начинает это когда ты начинаешь то есть ты поел и в основном ты замечал что когда ты ешь ты в основном потом сидишь молчишь там какое-то время слушай я работаю на радио и типа я могу поесть у меня нет выхода потом все равно придется говорить да постоянно какое-то видимо происходит какая-то диффузия в желудке и постоянно как это отрыжка как будто пытается прорваться или знаешь как это желудок начинает ну и вообще в целом ты такой не у нас есть ряд продуктов которые там не знаю во время эфира нежелательно есть и по орехи бананы шоколад то что у тебя связывает там слюну и мешает работать ну горло все равно я не знаю мне вот это желудком какие-то свои приколы похоже да может быть но я тебе скажу что все многие суда комики не едят перед выступлением потому что это всегда чревато ну первых еще начинает расслаблять ну да такое зачем со скольки лет ты куришь скажи пожалуйста уже решил ты мне чего настроение испортить ну раз уж мы про твой желудок испорчены то наверное уже с 14 может быть с 14 может даже с 13 но попробовал наверное еще раньше ну пробовал но я бросал когда в школе учился я периодически бросал там на три на четыре месяца на год даже бросал короче я когда спортом занимался я бросал когда в церкви служил бросал я короче помню как мне накинули попробовать сишку лет в девять друзья уже такие более опытные всегда со старшими варился и они уже отличали мягкий вкус camel от вкуса других сигарет и они сидели прям с кайфом затягивались и говорили попробуй меня почему-то всегда идея каких-то зависимостей пугала ну типа самого детства и я попробовал ради приличия чтобы знать но всегда очень очень боялся это знаешь как у с шприцами которые с кровью лежат в 90 было очень много благо кстати это очень хорошая это одна из вещей которая в россии сработала в плане пропаганды это короче хороший пример пропаганды антигероиновая пропаганда реально сработала это очень страшно я боялся что если просто наступлю на этот шприц то я умру у меня вот было такое на сколько лет 28 ну вот мы в целом с тобой одногодки почти и как раз таки ты где вырос в ижевске в ижевске был я в ижевске да знаем знаем но я не знаю но просто сейчас там шприцов нет просто ну так на всякий случай если кто-то не был в ижевский думаю что там все усеяно пластиком с иглами нет все не так ну да героиновый бум прокатился жестко в целом в 97 да он как в 98 там был ну думаю да вот именно конец да и вот мы как раз застали уже пропаган анти пропаганду эту героиновую и как раз таки она вообще очень хорошо до наше поколение сработала много у тебя знакомых героиновых наркоманов ни одного ну вот у меня там есть один-два может быть это я слышал эти истории но правда я всегда почему-то сторонился я не знаю из-за чего но мне сам может я был невротического склада самого детства то есть я был мнительным и боялся чего-то такого смертельно опасного я тебе отвечаю вот у меня была мысль что если я узнаю что кто-то из моих родителей курят я уйду из семьи реки но это жестко и до такой степени я не хотел этого знать и потом когда я нашел пачку сигарет в пенале на кухне лет в девять на как раз и спросила своей бабушки которая работала в училище культуры и работает до сих пор а в училище культуры самой главной культурой является культурой курения все преподаватели селещичной клетки закурены она мне конечно сказал да приходили просто коллеги подруги ты знаешь они оставили пачку а потом спустя многое время уже может года три назад я выяснил что оказывается моя бабушка курила и это бы конечно бесследно в моей жизни не прошло ты ушел из дома но теперь да теперь я живу в москве кстати к разговору о том что пропаганда сработала ты боялся потому что пропаганда работала героиновый бум случился почему потому что раньше не боялись небо и люди не боялись твоешь наши ровес скорее не знали просто они не знали и поэтому не боялись ну наши ровесники вообще что блять в игла конечно давайте а мы уже выросли с ощущением того что это какой-то полный пиздец ну и мы поэтому нас это уберегло слушай ну так или иначе каким-то легким наркотиком мы же нормально сейчас относимся да потому что героиновая пропаганда была героиновой антипропаганда точнее она не была она не касалась марихуаны или они касалась там каких-то других вещей ну просто возможно даже об этом не говорили о других наркотиках каких-то как будто бы было все внимание сконцентрировано на тяжелях я уж только этих стен газетах стен газет нарисовал вообще каждый год всемирный день зож на изо бля ты рисуешь перечеркнутый шприц ты хуя знает такое но шприц обязательно перечеркнутый и слова наркоманы ассоциировалось только с героином только с героином конечно да то есть даже типа вич я не знал что такое вич в детстве но я думал что это тоже связано с героином со шприцом да ну типа что что это я думал что от не им можно заболеть если употреблять наркотики что в целом правда но я думал что только так и к секс просвету мы с тобой еще вернемся еще знаешь что я вспомнил была офигенная игра с сигаретами опять же связано мы находили редкие пачки сигарет делали из этих крышек фишки не было у вас это такое играли короче ты кладешь эту фишку на два пальца бьешь я щелбаном кто дальше а потом этими щелбанами подгоняешь эти фишки и минимизируя расстояние выигрываешь своего противника вот это блин что за развлечения у нас были как странные пиздатые развлечения очень странно я тоже были какие-то странные какие были там что-то мы риса мы делали и как оригами из бумаги похожие на машинки штуки на гоночные машинки такие и ты там дуешь какая переворачиваться такую забираешь ну там покемоны тоже мне да да наклейки не фишки фишки mortal kombat фишки нет у меня вот что-то не нравился mortal kombat кстати никогда mortal kombat не нравился да и я я играл в mortal kombat вот на первую пластейшн а вот сейчас даже что-то я вот прям я после и все я прям после и все вообще не могу эти файкинги воспринимать ты же фанат короля и шута ты любишь мясо серёг как это не любишь я говорю тебе что вот как файтинг а как сам процесс игры тебе да 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 геймплей я после юси вообще не могу эти детские я понимаю что mortal kombat это отдельный плашу там есть люди про геймеры меня сожрут что там тоже механика и все дела но мне не нравится я не понимаю вот сам прикол то есть мне в юси нравится что геймплей очень так устроен что ты что там можно на ну там скиллового чувака сразу видно нельзя заспамить кнопкой одной вообще никак слушай ну тогда ты сейчас говоришь про игры современные а тогда у тебя не было разве у меня у меня был да был mortal kombat но я конечно играл и mortal kombat и в теке на все эти дела но такое не знаю я так относился к этому не с большой любовью я больше любил какие-то адвенчур игры и потом golden акс спайра крэш бандикут у меня первая почта зарегистрирована на мейле владислав крэш собака mail.ru и в counter strike я играл под никнеймом крэш потому что я был фанатом бандикута прикинь какой сейчас откровенный разговор пошел тебя не парит что ты куришь парит конечно просто пиздец я еще хочу я на каждой тренировке проклинаю себя просто проклинаю за то что я курю а тренируешься ты просто в зале ну не я это бороться хожу а это какая-то недоступная информация об этом мало кто узнает да не ну не то что там не тратится но просто я нигде ну просто я лох я нигде об этом не говорю что я лох ну я хожу просто потому что мне качалка неинтересно и вообще не могу я туда пару раз ходил мне есть я купился абонемент годовой фитнес-зал и отаха сейчас я туда хожу исключительно на дорожку на дорожке побежать и в сауну и в бассейн сходить а вот эта качалка блять вообще не понимаю нахуй что там как туда люди вообще это такая скука просто смерть они там сидят блять что-то подняли блять поставили смотришь ты вот такой блять здоровый думаю ну и нахуй тебе это надо что ты будешь с этим делать какой это результат слушай но люди искусство гораздо интереснее да но это же самосовершенствование самореализации по-другому он не может он видит в этом но это слава богу что он видит просто я вижу это блять бесполезно какой-то я прям вообще я прям мне там скучно я прям такой так вот я ходил вот я прям правда старался такой так у меня вот сегодня полтора часа тренировка силовая и просто это не полтора часа это вечность нахуй этот подкаст уже слушаю уже блять да господи нахуй как же скучно здесь просто невероятно ты делаешь эти подходы блять сидишь вот и сделать этот подход причем ну то есть когда ты пытаешься там заниматься какой-то на рельеф или на какой-то на силу не обязательно поднимать типа тяжелый веса тебе достаточно один вес просто по круговую делать ну сейчас да со своим весом модно работать да 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 и вот ты вот его сделал и сидишь блять минуту потом опять сделал и сидишь блять они там что-то я прям сотаю там что-то они сидят блять это зеркало просто блять это вообще но это же вообще они там все это самолюбование все ты в зеркале просто ну ты смотришь как взрослый чувак раз идет такой хуя все он посмотрел на себя все в порядке ну для этого есть тренер ну чтобы не было скучно берешь чувака с которым тебе комфортно и параллельно общаешься с кем-то между подходами ну наверное я не знаю я просто не вижу смысла я мне мне надо чтобы мне надо чтобы было интересно если мне не интересно все пиздец меня нет я выбываю сразу ну то есть вообще моментально я даже это скрывать не могу то есть если я разговариваю с человеком какой-то момент я понимаю что мне эта история вообще не нравится и он несет какую-то хуйту полнейшую я сразу выключаюсь и мне сразу такие это что не слушаешь потому что я не могу это скрывать я то есть вот только мне стало неинтересно все нахуй я где-то вообще вот там в школе я думаю ты это начал замечать у меня вот сука точно это было еще с момента обучения и мне всегда говорили ты невнимательный же да ну ты же ты почему не можешь сосредоточиться а вместо того чтобы развивать погруженность в процесс а вот не поверхностное какое-то мышление нас же просто учат слушать и учить а это не совсем верный подход типа может быть ребенку надо давать другой вектор он может быть сможет нащупать какие-то другие механизмы познания этого мира типа не обязательно через тупое заучивание это делать да безусловно да только я тебе говорю о том что я часто отключаюсь вот о чем я типа возможно это можно было развить в себя чтобы не отключаться можно было вообще много чего бы развить еще но нахуй надо но эти игры вот и поэтому я вот этом спортзале мне скучно я начинаю читать считать часы и каждый раз когда я оттуда ухожу и я такой понимаю что мне надо опять туда пойти чтобы появился результат это к блин нет стой не хочу туда идти блин и уже начинаешь сам филонить такой нахуй это дает туда сюда пришел если я сам филоню тогда ну короче такая история скучно в сауну только хожу там в сауне сижу бен с мужиками вот тогда ты вовлечен во все процессы не в сауне я тоже стараюсь я стараюсь сейчас тренировать вот это чтобы подольше посидеть зачем ну чтобы вес терять серьезно ну да в сауне да воду и себя выгонять а ну допустим ты пошел вот смотри допустим вот вчера я вчера я набухался плюс-минус что мне кореш приехал вот завтра я пойду на тренировку а потом зайду в сауну выгоню всю эту там соль какая-то выгоняется по моему да вода соль все чтобы морда перестала быть такой опухший как сегодня какие вот ты сейчас говоришь типа ты невнимательный ты можешь отключаться если тебе не интересно а какие может быть органы чувству тебя развитый прям хороший вопрос я не знаю мне кажется что понятийность на эмоциональном уровне то есть эмпатия но не то что нет не эмпатия скорее сопряжение то что то есть ты можешь что-то выражать чувствами своими и я может не смогу сформулировать тебе но я тебя точно понимаю то есть или ты допустим не можешь мне что-то сформулировать что ты чувствуешь но я уже понял что ты чувствуешь и я тоже не могу тебя сформулировать что ты чувствуешь но мы оба поняли что ты чувствуешь ты думаешь это какая-то сильная сторона твоей личности не знаю я не знаю сильная нет просто мне так кажется еще мне еще у меня есть паранойя, что все люди одинаковые. Приведи пример. У меня есть такая паранойя, что я иногда встречаю типаж похожего человека и такой, блядь, так это... То есть у меня фактически все люди делятся на Лех, Васю и Петь, которых я знаю. То есть я такой, а, вот это Леха. Это вот Леха. Вот такого Леху я уже встречал. И вот они вот так у меня делятся. И у меня есть такая паранойя, что все люди типажом одинаковые. То есть есть какой-то типаж, да, человек, и я такой, ну это как Саня. Он тут точно как Саня. Он прям один в один Саня. Слушай, а нет у тебя такого, когда ты смотришь на маленького ребенка и видишь в нем уже взрослого человека состарившегося? Ну типа, есть такие дети с лицами стариков. Я вообще не смотрю на детей, мне своего хватает. Я вообще ненавижу детей. Я просто как-то тоже загнался. Я часто встречал одного мальчика, у которого лицо взрослого мужика было. И часто у меня бывает такая проекция, когда я смотрю на ребенка, то я уже его вижу взрослым. Типа, каким он будет через 15-20 лет, например. Да, прикольно. Вот это прикольно. Это очень странное ощущение. Я делился с Шишкиным, с Максом об этом. Он сказал, да-да-да, еще есть такая тема. Я еще люблю всматриваться в проказы бомжей. В проказы бомжей? Да, пиздец, мне нравится. Я вот иногда, если нахожу какого-то, я прям могу остановиться и минут 7 типа, ебать. Вот это жесть. Ну знаешь-то, я в Москве вообще был впечатлен. Я что-то в Москве бомжей давно не встречал. Ну сейчас, кстати, подубрали. Раньше было много. Хотя в метро спят иногда. Ну я просто вообще в какой-то момент был шокирован масштабами. То есть смотришь на чувака, у него просто на лице какая-то короста, как древесина. И я такой, вау, это что вообще такое? Ну как ты, что ты сделал? Ты же не проснулся вот так. Это же очень долго с тобой происходило. Ты же не, ну блядь, не это же такое, что он, блядь, проснулся и такой пиздец. Киевси, блядь. Нам заелось Киевси. Слушай, я думаю, что он просто не видит себя, поэтому так и живет. Ну не знаю. Если бы ты подошел к нему и сказал, чувак, у тебя проблемы с лицом, и у тебя короста, и возможно бы даже ему... И он бы сказал, пошел ты пиздец, ты что думаешь, я не чувствую ее. Ну короче, я прям вообще, я бывает заглядываюсь вообще на людей, особенно вот с какими-то такими, я прям... А в окна заглядываешь? В окна нет. А, ну не знаю. Может и заглядываю, да. Что, и придумываешь, какая там жизнь у людей, вот прямо сейчас? Типа идешь по району хрущевочек, и там, о, все пьют чай, прикольно, значит мы не пропадем. Ну не знаю. Я вообще не думаю о жизнях людей, на самом деле, потому что я сейчас стараюсь... Мне как-то... Мне как-то... Я, так сказать, как-то будто бы устал. И я сейчас вот лишнюю информацию вообще такой... А, если это меня вообще никак не касается, можно я тогда вообще это не буду слушать? Не надо мне это. Ну я стараюсь вообще, то есть, ну... Я даже когда книги некоторые читаю, которые вот сильно грустные... Вот недавно читал «Москва петушки» Ерофеева, и я такой... Ну это, конечно, просто невероятно. Великая российская проза, я все понимаю. Ну такая грусть. Нахуй ты на не меня это все. Ну что я тебе сделал? Вот это тоже... Вот эти... Вот этот прикол я иногда не понимаю. Знаешь, на Нетфликсе есть сериал, когда они увидят нас, про пятерку из Центрального парка. Просто четыре серии, невозможно оторваться, но это самое грустное, что я смотрел в мире. Я несколько раз заплакал, пока я это смотрел. И я когда досмотрел это все до конца, я такой... Ну и зачем я плачу тебе Нетфлик? Чтобы страдать. Ну ты сам можешь выбрать из Спектра на Нетфликсе? Да, могу, могу. Ну может быть тебе и нравится страдание. Да не хочу я вообще страдать. Я вообще не помню. У меня жена бывает, смотрит какие-то триллеры, блядь. Я вообще говорю, зачем ты просто... Она лежит, смотрит кино, я говорю, что ты смотришь, она говорит, да фильм там типа, триллер. Я говорю, про что? Как мужик запер в подвале четырех баб и насиловал их на протяжении девяти лет. Это, кстати, на реальных событиях, снятые в фильме. Так и нахуй вообще ты это смотришь? Еще и на реальных событиях, чтобы закрыть ноутбук. Я такой, блядь, это было, это все было. Я вообще... Потому что мой, это вообще теория большого взрыва. Вот этот вайп, это мое. Вот это когда... Пиццу заказать. Знаешь, если мне надо будет о говне подумать, я вообще очень просто найду в себе эти все черные штуки. Это вообще... Вот да, теория большого взрыва, это прям... Я в этом году так день рождения отметил, я заболел. Ну, что, заболел? Что-то я... Да, не очень себя хорошо чувствовал, проснулся, думал, ну все, вот она, корона прилетела. Оказалось, просто что-то я захворал, и я просто целый день смотрел теорию большого взрыва. Некоторые серии даже пропустил, потому что просто смотрел на них, я такой, что там вообще происходит? А плакать вообще норм? Да норм, конечно, норм. Плакать нужно, я бы даже сказал, плакать надо, нужно. Часто у тебя, ну, если не фильмы тебя провоцируют, то какая-то сентиментальность внутри подрывает. Я недавно разговаривал с кем-то, по-моему, с Аней Ресторатором, что у меня... Я недавно захотел плакать вообще из вообще неочевидной вещи. Я слушал песню Розенбауна... Вальс-бастон? Нет, нет. Скрипач ростовский Моня. И там вообще ничего грустного нет. Ну, она меня почему-то до слез пробирает. Мне почему-то этого Моню так жалко. А эта песня не про то, что ему жалко. Не про то, что жалко Моню. Моня просто вот... Скрипач играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим. Представляешь, как ты героя начался переживать? Я вообще, да, я не знаю почему. Я вообще потом обнаружил, что эту песню также еще пел Шафутинский. Только он такой более... Ну, такой типа манерный. Ну, еще еврейский портной есть известный. Да, да, да. Еврейский портной и ростовский скрипач Моня. А тебя сентиментальность в твои родные места часто отправляют? Вообще нет. Нет? Не скучаешь? Я вообще абсолютно не из этой бригады. Людей, которые... Моя родина, моя родина, родина... Это моя, блин, моя родная земля дает мне силы. Не, я вообще нет. Я абсолютно не испытываю никаких теплых чувств к месту, где я родился. Абсолютно нет никакого желания туда поехать. Абсолютно очень мало воспоминаний теплых оттуда. И не испытываю ничего хорошего по отношению к месту, где я родился. Ну, и разве что к некоторым людям. Ну, и то их процентов 10. 90% людей, которые мне встречались на жизненном пути там, это плохие люди были. К сожалению. Я вот всегда с огромным удовольствием домой езжу. Ну, ты бы жевать ездишь. Чтобы в детство себя вернуть. Я не хочу в детство. Я не хочу. Мне абсолютно не нравится свое детство. Я не хотел бы никогда в жизнь туда возвращаться. Абсолютно не нравится. Не понимаю, что в этом, что хорошего. Ну, может, у каждого разное детство, но не хочу в детство вообще абсолютно. Нет, я вообще, я очень люблю то, что сейчас со мной происходит. Вот сейчас мне нравится. Я, возможно, буду в старости думать, блин, вот сейчас бы вот в 25-27. Поближе к природке. Да не, не к природке. А вот типа вот мне нравится то, что сейчас. Я, знаешь, я человек такой, может быть, это все изменится потом, но я абсолютно не ценитель природы. Я всю жизнь в ней прожил. Я эту природу, блядь, я не могу нахуй. Я на природе жил, блядь, всю жизнь. Я в этой тундре, блядь, в особках, я в ней жил. И когда люди говорят, ой, в Якутии у нас такая природа, я такой, ой, как здорово, езжайте туда. Мне это нахуй не надо. Меня отвезите, пожалуйста, куда-нибудь, где все уже сделали. Где вот как в Москве, Нью-Йорк, вот какие-то индустриальные города. Меня туда отвезите, где все сделали, где есть люди, где горят вывески. Мне, пожалуйста, туда. Я вообще, я поэтому большой поклонник вообще любого, даже самого колхозного проявления, ну, вот какой-то индустриализации. Понимаешь, когда я приезжаю, люди говорят, у нас вот везде вывески высят. Пиздец, так пошло, блядь. Реклама. Я такой, вы что, блядь? Это источники света дополнительные. Ночью красивее или красивее. Пошли нахуй все, кто будет меня поправлять. И я вообще очень люблю все вот это, когда город большой, потому что я очень не любил находиться вот в этой маленькой своей деревне и эту природу, блядь. Я вообще, я тебе клянусь, вот смотри, я выходил из дома, вот мой дом, я делал ровно, ну, где-то 600 метров, я в тундре. Офигенно. Офигенно. Ну, хорошо, съезди, блядь. Это не офигенно. Ну, что офигенно? Сейчас, когда ты уже... Ты был в тундре хоть раз? Ни разу. Вот, возможно, это романтизировано у меня в голове. Это очень романтизировано. Это просто пиздец. Особенно летом, когда там 35 градусов, комары настолько тебя, там столько комаров, что они, если смотреть через них, они искажают реальность. Это как через огонь. Ты знаешь, смотришь, когда изображение искажается, то комары искажают реальность. Их настолько много. Ты просто... Они... Их настолько много, что ты просто даже не спеша кладешь вот так руку и убиваешь несколько десятков. И это просто... Ай, это я вообще не могу. А впрочем, когда еще жарко, ты потеешь. Они очень любят мокрое тело комары. Ты знаешь, что так... И ходят легенды, что некоторые чуваки так убивали других чуваков. Да, ну это пытка такая была, да. Да, что... В лесу как раз и была, по-моему. В лесу обливали водой и все. И я только про такое только слышал. Сам никого... Ну если бы ты остался там жить, я думаю, что может быть ты это испытывал. Ну короче, просто ужас. Эти комары-то просто ужас. А зимой, ой, а зимой, блядь. Ой, минус 50, блядь. Вообще тебе так понравится, когда холодно настолько, что ты каждый божий день, выходя из дома, каждый божий день ты не можешь в это поверить. Я 17 лет жил в депутатском. Еще 5 лет я жил в Якутске, где тоже минус 50. Я каждый раз выходил, и к этому невозможно привыкнуть. Я каждый раз выходил такой, да нахуй мы тут живем. По какому принципу здесь построили город? По какому принципу он тут стоит? Когда комары его и построили, Серега. Я не верил. Я всю жизнь, живя там, я не верил в то, что происходит. Когда ты вот так вот совываешь пальцы, и они болят от холода. Я был в месте, где минус 62. Это вообще пиздец. Это вообще пиздец какой-то. Этого не должно быть. Я не понимаю, почему люди там живут. Они там живут, понимаешь? Они там живут, они оттуда выезжают в отпуск, а потом туда возвращаются. Это какое-то ебанное безумие. Они туда возвращаются, понимаешь? На самолете, блядь. Они туда летят на самолете. Специально, чтобы вернуться в этот полный пиздец. Слушай, сколько ты подштанников носил в такую температуру? О, пиздец. У меня там были подштанники, ватные штаны, куртка. Вот это Канада Гуз, которая стоит 1060. Я помню, покупал себе какие-то ботинки, какая-то шапка. И все это, знаешь, что идет нахуй. Потому что все равно холодно. Абсолютно никак это не помогает. Абсолютно никаким образом. И ты постоянно... И самое главное, что ты не видишь белого света вообще. Ты просыпаешься, темно, блядь. Идешь в школу, блядь. Там сидишь, посмотрел на светлое за окном, выходишь из школы, темно, блядь. Все время темно, темно, темно. Ты вообще не видишь света никогда. Овощи дорогие. Килограмм картошки 350 рублей, блядь. Винда положь. Пожалуйста, блядь, север. Романтика. Тундра, блядь, вообще супер. Это вообще... Я не знаю вообще. Люди сильно не понимают, что это такое. Не, сейчас некоторые патриоты, если это посмотрят, скажут. Ну, что ты, блядь, Серега, ну, там столько, блин, мяс, блин, там есть. Там подлёдная рыбалка. Ну, да, водки попить с мужиками много где можно. Там вообще, блин, развлекухи. Я тебе говорю, тебе этой развлекухи хватит на два дня, когда ты вот... Когда ты понимаешь, что на твоих ногах всё тёплое, но ногам всё равно пизда. Когда ты... Когда они настолько... Когда они настолько замёрзнут, что тебе кажется, что они слились в одну конечность, как лапку. Тебе... Ты не можешь... Они настолько замёрзнут, что ты не можешь их вот так раздвинуть. Тебе кажется, что у тебя теперь лапы, блядь. Понимаешь? Вот такие, все свитые. Пиздец. Я однажды чуть не отморозил ноги, чуть без пальцев не остался один раз. Про подштайники вспомнил я. Они просто так, потому что... Вот нам не объясняли, зачем их носить. Просто, чтобы не замёрзнуть. Такая же херня была. Я тут недавно сходил к урологу. Ну, как? Периодически хожу. Проверяюсь. Правильно. И он мне прочитал огромное спасибо. Огромное спасибо. Лекцию на 40 минут. Вообще, что такое простата? О, это вообще... Это у меня в новом концерте будет. Я же тут сходил тоже на УЗИ простаты. Трузи знаменитые. Да, да, да. Как ощущения, Серёжа? Это потрясающе. Вообще, там простата – это биологическая бомба. Это... Вот, кстати, без прикола. Это так и есть. Причём она размером с грецкий орех. Какого хрена нам в школе об этом не рассказывают? Вот я не понимаю. Потому что рановато. Нет, я вообще не согласен с тобой. Мне кажется, подобного рода анатомическое образование должно начинаться вообще с разговоров с родителями, продолжаться в школе и не заканчиваться никогда в жизни человека в целом. И что это наше второе сердце, блядь, как будто бы мужское, понимаешь? Да, факт. Это факт. Я прямо охерел. Если бы мне в школе сказали, что, чувак, подштаники нужны для того, чтобы ты потом смог кого-то родить и чтобы у тебя работала твоя писька нормально, я был бы счастлив. Почему никто не доносит это, я не могу понять. Ты что, а у меня вообще... А там же ещё потом в детстве у тебя же ещё идёт другой конфликт, что надо носить подштаники, но подштаники, блин, не круто вообще смотрятся под этими крутыми штанами, блин. Конечно, конечно. Поэтому я в минус пятьдесят просто попизжу вот так вот. Просто пойду так, что ляхи просто вообще... Приходило, они просто краснючие ляхи, блядь. Смотри, что это просто пиздец. Да, это просто было дико, я про уролога сейчас, дико неприятно в первый момент уже. Странно, когда мужчина залазит к тебе в задницу и проверяет что-то там внутри, и тебе неприятно, потому что он как бы не просто залазит, а он же ещё совершает какие-то манипуляции, не объясняя зачем. А потом он тебе рассказывает, что вот, я проверил немного твёрдое, нужно сделать то-то, 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 пропить какие-то конкретные вещи для того, чтобы тебе было нормально. А тебя что-то беспокоило или ты просто... Да, меня беспокоило, но я так подозреваю, что это был какой-то тоже вот старый запущенный процесс, и его нужно было вот разрулить. Но я не знал как. Ну, естественно, ты идёшь, обращаешься к специалисту, и он тебе рассказывает. Думаешь, какого хрена? Я не делал это раньше. Вообще же простатит очень сильно помолодел. Ты в курсе, да, что типа с двадцати лет у мальчиков уже хронический простатит смело. Ну, блядь, я тебе говорю, вот я в этом. Я сейчас, я бы тебе рассказал дальше, но я это всё в концерт записал. Но в целом, вот, пожалуйста, двадцать семь лет, блядь. Вы не доположь, блядь. Добрый вечер, Серёга. Заболела? Бля, не знаю. Ну, хотя бы чуть-чуть ощущениями, это очень важно. Ну, и вот я тоже ходил там. Тоже все эти процедуры проходил, свечки, вся эта история. Свечки ставил ты? Ну, да. Потрясающе. Зато, если бы мы с тобой об этом не начали говорить, возможно, никто бы и не пошёл проверяться. Ребята, надо проверяться. Сто процентов надо. Каждые полгода выходите к урологу и доверяетесь другому мужчине. Я просто два года назад я отказался, потому что, короче, я пришёл на осмотр к врачу. То есть он там, он уролог, андролог, сексолог, там вообще целая куча очень большой, это спектр врач. И он, значит, мне сделал УЗИ, там почек печени, там что-то яиц, желудка, там вообще всего. И всё, короче, там сделал. Всё, пострелал, говорит, всё в порядке. Ну, а теперь давай, когда ты, типа, в следующий раз ещё к урологу придёшь, надевает перчатку и такой, типа, давай я сейчас проверю тебе простату. Я такой, эй, 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 не-не-не, он такой, как скажешь, хозяин барин. Ну, то есть... Ты почему-то не испугался? Да я что-то, да, ну, то есть, мне не предупредил никто. Я такой, не-не-не, нахуй надо. И ушёл. А надо было всё-таки согласиться, потому что через два года я сам прибежал. Следите, конечно, за своим здоровьем, да. Сейчас вообще модно следить за своим здоровьем. А ты пошёл на обследование всего организма, потому что, типа, уже надо было пройти техобслуживание или что? У меня жена работала в клинике гормональной. Я там вообще сдавал всё на свете. И там, и тестостерон, там, гормоны какие-то, там, что-то бемпеданс, что-то там, сколько там жира во мне, сколько мышц, сколько там всего, что там надо делать, короче. Я всё это сдавал. И вот гормональную терапию поэтому принимаю до сих пор. Мне сказали, что я теперь на гормональной терапии всю жизнь буду. Для меня это как для... Гормональный препарат эндрогенный. Для меня, как для диабетика, инсулин теперь. А почему так произошло? Ну, чё-то мне организм не хочет тестостерона давать. Ты неоднократно говорил о том, что у тебя либидо низкое. Да. Это вот всё с этим связано? Это всё следствие. А скажи вообще, как это? Ну, когда ты понимаешь, что у тебя просто сексуального влечения меньше в целом в жизни? Да, просто тебе... Ну, я не понимал это там. Оно не было меньше, но всю жизнь такое было. Я всегда удивлялся, всю жизнь удивлялся своим друзьям, которые прям вообще, я прям смотрю, они по квартире мечутся и такие, блядь, надо ехать, что-то кого-то снимать. Я такой, да, мне вообще похуй. Или мастурбируют по 30 раз в день. Ну, то есть мне вот, да, либо так, либо... То есть мне как-то, знаешь, всегда хватало там того, чего есть. Вот как будто так. Что ты имеешь в виду? Ну, типа, блядь, перепадёт, перепадёт, не перепадёт. Блядь, подожду, блядь. Я вообще, то есть я в этом плане вообще за сексом не бежал никогда. Мне, кстати, в этом плане проще было, когда я ещё не женат был. То есть я никогда там не такой, блядь, давай пойдём на свидание, блядь, будем переписываться. Такой, да и не хочешь, давай, блядь, когда захочешь, напиши, блядь. И всё, блядь, до свидания. Ну, много кто отвалился, но кто-то и писал просто, типа, блядь, ты что, охуел? Ну, то есть, понимаешь, я никогда не настаивал, и поэтому ко мне всегда сами приезжали. Когда я такой, да я вообще похуй, я поехал домой. И просто я через два часа, блин, давай я тогда, я приеду тогда. Я говорю, ну хочешь приезжать, блядь? Ну-ка отстань. Просто вот мне правда непонятны эти ощущения, что я помню даже своё первое сексуальное возбуждение в три года на женские ноги в чёрных колготках. Потрясающе, что ты это помнишь. Ко мне приходили, ну, к нам в гости приходили там подруги, бабушки, мамы. Ух ты. И у них были такие прекрасные ноги, вот эти прекрасные чёрные колготки. Любитель милф. Я просто помню физические эти ощущения, Серёжа, и с тех пор для меня, с тех пор для меня вот эта вот какая-то сексуальность, которая копилась, она всегда, вот точно так же, как у твоих друзей, искала выход. Для меня не было понятным, как можно просто, типа, сидеть, если есть, то есть, если нет, то нет. Ну, вот я не знаю, но видишь, у меня, видимо, какой-то гормональный такой проёб, который в боей деревни, естественно, отследить никак возможности не было, никакой диагностики гормональной вообще, тем более. И поэтому для меня это абсолютно было такое. Я это вот помню с детства, что как бы секс, он мне был интересен, когда я не занимался сексом. То есть он был мне интересен, как и всем, что хотелось заняться сексом, чтобы просто посмотреть, что это такое. Типа, лежит с детственности поскорее. Так у меня было очень. Да, ну да, нет, конечно было. То есть это всё из интереса. Но когда я первый раз занялся сексом, такой, а разговоров-то нахуй. Да? Правда? Да, пиздец, да. Ну там... Наверное, был очень пьян? Так, сейчас тебе скажу. Да нет. А, не-не-не. Короче, смотри, у меня было... Я считаю, что у меня первый секс был третий секс. Потому что первые два секса у меня были с моими ровесницами, это было вообще такое, блядь. Мы сами... Неопытное поползновение, да. Как эти, как дети, знаешь, аутисты. Типа, вот в эту дырку надо положить кружочек, а в это квадратик, вот так, чтобы всё работало. И мы вообще, ну, отвратительно, было неловко и так далее. А третий раз у меня был со взрослой женщиной. Ну, не как взрослой, у меня было 17 лет, 18 лет, по-моему. А ей было там около 30. Ничего себе. Ничего себе депутатский. И она ещё была... Она работала в органах, прикинь. Это было не в депутатах, это уже в Якутске было. Она работала в органах, прикинь. А ты был ведущим на их мероприятии? Нет, но мы там познакомились уже. Я, кстати, узнал, что она работает в органах, только когда проснулся утром и увидел, что на двери висит форма. И я такой, это чьян, так это моя. Я такой, вот это да. Я такой был горд собой, что вообще, типа, ментов вообще, блин. Но, типа, но она меня сильно впечатлила, надо так сказать. И твой первый секс, он был, типа, тоже ничего необычного, и ты с тех пор как-то... Первый, нет, вот с ней она вот... А, тебе уже понравилось? Да, да. Я такой, а, вот так может быть ещё. И тогда я такой, да, вот это да, интересно. Это игра поинтереснее, потому что с этими... То есть, когда ты сам не знаешь ничего, а ещё твоя партнёрша ничего не знает, то вы там так чисто вообще балуетесь. А как ты договаривался, ну, как раз-таки в отношениях с женщинами с чистотой, типа, секса? Вы же по-любому понимали, что не всегда вы совпадаете в этих ритмах, и либидо у тебя ниже, у неё может быть выше. А я ни с кем не... Я особо... У меня были отношения в школе с девочкой, там вообще детские отношения, с 9 по 11 класс. Потом у меня не было отношений вообще, и потом сразу жена. Ну, типа, отношений у меня не было, в смысле отношений и отношений. Были девушки, но отношений не было. И поэтому мне не надо было ни с кем договариваться. Как с женой? Ну, с женой как-то договариваемся. Но она знает, что... Она же сама меня привела на эти исследования. Она знает, что у меня либидо. А, то есть она как раз-таки из-за этого запарилась? Не-не-не, не из-за этого. Просто она устроилась в такую клинику работать администратором. И там работала-работала. Дослужилась там... Да там что-то там... Главной какой-то администраторшей или что там... Главным там управленцем она стала. И там со всеми врачами они вась-вась. И эти исследования, они на самом деле не дешёвые. Вот это... Вот гормональные вот эти исследования. Там одни анализы очень дорого стоят. А тем более консультация уролога. Эндокринолога. И вот я пошёл. Потому что, ну, типа, можно всё это сделать в 7 раз дешевле. Конечно, надо идти. Если есть такая возможность. И вот я там... У меня там тестостерон вообще, блядь, это в пиздище. Прям его нету вообще. Он там ниже некуда. Прям мне сказали, фу, ты вообще никто. Ты, ты этот, как его... Евнух, блядь. Ты Евнух. И всё. И мне прописали эндрогенные препараты. Я вот уже принимаю его где-то месяцев 7-8. И я вот сейчас думаю даже перескочить на более серьёзные. Уже колоть тестостерон непосредственно. Почему? Ну, хочется... То есть, короче, эндрогенный препарат оказался очень интересным. В плане эффекта. Во-первых, он действительно повышает либидо. Это 100%. Во-вторых, он работает таким образом каким-то, что он ускоряет метаболизм. И я на карантине, ничего не делая, скинул 7 или 8 килограмм просто из-за того, что вот этот препарат принимал. И то есть, если его совмещать ещё со спортом, то это вообще отличный коктейль. Типа, гормоны там начинают дружить, и всё хорошо. А если ещё тестостерона вмазаться, такой, который прям, типа, вколол. Подляшку. То это же вообще... Ты видел всех этих качков? Они же все курсят. Это как будто курс. То есть, это по факту, типа, как анаболики, наверное, или что-то ещё. Но, типа, только те, которые тебе врач прописал. Ну, там тоже жрестить нельзя. То есть, тебе скажут там какой-то курс определённый. Дальше уже будет... Дальше уже нельзя. Дальше уже будут проблемки. Слушай, у меня у друга жена повысила себе либидо, поработав с нутрициологом и поменяв рацион питания. Такое тоже может быть. То есть, она просто жёстко почистилась. Потом убрала продукты, которые, ну, там, ей порекомендовали убрать. Начала питаться правильно, так как ей посоветовал врач. И всё, у неё дикое желание. Она говорит, просто сексуальная жизнь. Спустя, там, семь лет брака. Невероятно. Как в первый раз, каждый день. Но вот эту историю про правильно питаться я не люблю и не хочу вообще слышать о ней никогда. Правильно. Вкусно и вредно пожрать, Серёжа. Я вообще не хочу слушать про то, что надо какой-то... Я, вот эти диеты, вот это, убирай вот это, убирай вот это. Я такой, я уберу тебя из своей жизни, если ты будешь мне говорить что-то убирать. Если, понимаешь, я настолько зацикленный человек на идее. Это одно из центральных областей моего удовольствия. Что я по-настоящему могу... Если я невкусно пообедаю, я по-настоящему расстроюсь. Не типа, блин, что-то невкусно, а типа, блядь, так какого хуя-то невкусно так? Вот я говорю, я вообще на целый день, блядь. А если ещё второй раз как-то не получится нормально поесть, всё, пизда. Я из-за этого ненавижу Саратов, кстати. Я там два раза невкусно поел, всё, блядь, ненавижу Саратов. Саратов – прекрасный город, скорее всего. Ну, я там два раза неудачно поел, и всё, я не хочу туда ездить. И у меня только эти воспоминания остались. Так я люблю Саратов, ван лав. Только подскажите кафешку хорошую в Саратове, пожалуйста. Мы тут недавно командой отравились кисадильей, и это был просто лютый пиздец. Ты когда последний раз, ну вот прям, не просто блевал, а кричал на унитаз? О! Ну, то есть, это было физически, знаешь как? Как? Ну, то есть, тебе больно, у тебя горло через третий раз содрано, всё, потому что ты орёшь. И вот Илью его увезли в больницу, просто потому что он съел кисадилью и уже начал блевать кровью. Представляешь, до какой степени. Большой привет пекарне Попан на подмосковном бульваре 12. Ребята, знаешь, в чём прикол? В том, что ты никак не докажешь, что это было в их кисадилье, потому что ты её купил, и, быть может, ты уже туда что-то положил. И ни одной экспертизы в России нет, которая действительно докажет, что это было изначально в блюде. Какая жесть. И у него ничего не обнаружили в больнице, никакой кишечной палочки. Она всех троих полоскала так жёстко. Это был ад адский. Нам пришлось перенести съёмки подкаста из-за этого. Жёстко. Тьфу, я на самом деле из-за еды не блюю часто. Ну, то есть, вообще никогда почти. Я блюю в основном, когда вот с жёсткого перепоя. У меня вот есть схема, я точно знаю, что если я просыпаюсь и чувствую сильную пульсирующую боль в башке, это вообще, гадалки, не ходи, минут 15. Я уже прям всё встаю, я уже знаю, что через 15 минут я буду жёстко блевать. Ну, это с перехлопа синего, скорее всего. Это жёстко, то есть, там надо перепить, я уже так не пью. Я уже так не пью, типа. То есть, я сейчас только вино стараюсь пить. И вот я знаю, что бутылка вина для меня вообще это уже много. Вот полбутылки самый топ. Это значит, утром всё можно дальше продолжать делать. Вчера я согрешил, и мы сидели, общались, что-то было так хорошо. Я выпил бутылку вина, и вино всё, и уже поздно, и уже некуда пойти. И поэтому я сверху ещё выпил бутылку пива, о чём сейчас очень сильно сожалею. Что пиво – это вообще вне закона история. Ты сейчас прям разбираешься в вине. Да нет, я знаю вот одно, которое я нашёл, которое мне вот оно в меня попало. Я его только везде... Сувенин бланного, зеландский? Нет, вино-гриджа я пью сухое. И желательно, чтобы оно... И желательно, чтобы оно... Ну, то есть, по цене... То есть, я не разбираюсь конкретных. Я смотрю по цене. Если оно стоит дороже 900-1000 рублей, надо такое брать. Потому что дешевле этого, дальше уже идёт моча какая-то. Ну, слушай, бывают неплохие акции, я тебе хочу сказать. Вот акция, если есть, если там видишь, надо пробивать его. Смотришь название, смотришь его цену без акции. В Вивинохе? В обычном приложении? Да, в каком-нибудь, да. И смотришь, если вот оно реально так стоит, то надо его брать. Потому что вот никогда меня не обманывала ценовая политика в алкомаркетах. Она меня никогда не обманывала. В этом плане вино... Ну, вино, к сожалению, так устроено. Или, к счастью, я не знаю, что вот если оно дорогое, значит оно хорошее. По отношению с виски... Ну, я не знаю, с виски так работает. Ну, слушай, тоже не всё вино может в тебя попасть. Есть дорогие вина, которые абсолютно не про тебя. Я вот, допустим, шардоне вообще мимо кассы. Хоть оно 3000 рублей стоит, оно всё равно кислое для меня. И кислое, я не могу. Я веду вот именно пиногриджи, если я выбрал, оно, в принципе, попадает. Плюс ко всему... Правильно, посуда ещё очень важна, из чего пить это вино. Ну, короче, там много всяких... Не-не, я уже на другой стадии, мне вообще похуй, из чего пить. Понятно. Пластиковые стаканчики, окей. Ну, если туда льда кинуть, вообще шикарно. Да я алкоголик, это... К сожалению, надо уже принять и с этим жить, и всё. Ну, то есть, я... Какой-то стадии алкоголизма у меня 100%. Типа, 100%. Ты же говорят, что чуть ли не у каждого второго в нашей стране. Ну, у меня, значит, какая-то такая, что... Я вообще не помню, когда я не пил, типа, месяц. А так вообще каждый день, да? Не-не, не каждый. Я стараюсь там через два дня, через три дня. Ну, прикольно, что ты засекаешь эти дни, представляешь? Да, если я неделю прям не пью, я такой, ну, вообще, молодец какой серьезный. И главное, я не пью неделю, и такой, блин, круто не пить. Может, вообще тогда не буду пить, а потом всё равно пью, блядь. Просто вообще для меня вот как... Есть люди, которые не могут без чего-то сладкого в день. Им прям хочется сладкого, им тяжело. Мне вообще на сладкое насрать. Но вот как только... Вот я сейчас сижу, с тобой разговариваю, нормально. Сейчас наступит вечер, у меня загорятся трубы опять. Я такой, блядь, надо выпить. И мне придется прилагать усилия для того, чтобы сегодня не выпить. Ну, я думаю, что пивко милое дело сегодня с твоим состоянием. Не-не-не-не-не, это вообще... Я пиво не пью, я стараюсь не пить. Пиво это вообще, это всё, это до свидания. Это сразу, блядь, я ещё со своим еблом, блядь, после пива похож на рыбу каплю с утра, блядь. Просто у него всё текает, блядь. Я такой, фу. Отвратно, отвратно. Вот вино, вино вообще, ну и там... У него там какой-то вид брожения. Вино и джин, кстати, джин. Но джин это всегда тоже поезд поехал. Значит, станция оконечная, значит, точно надо напиться потом. Очень прикольно, вы воспитываете дочь по поводу каких-то сексуальных моментов. Это, кстати, по поводу дочери будет лицемерно, если я сейчас буду с тобой рассуждать по поводу того, как мы её воспитываем. Потому что буквально сегодня был просто дичайший скандал с утра. Просто истерика. Я прям не выдержал, уебал по столу кулаком, блядь. Потому что это просто каждое утро, я не знаю, как мы, как с этим бороться уже, что с ними делать. Каждое утро в школу вставать для нас это просто вообще дикие мучения. То есть ты говоришь, вставай. Она говорит, я не хочу. У меня мама просто свет включала. Включаем свет. Уже сегодня даже забрали одеяло. Просто жена пошла, забрала одеяло. Она на втором, у неё двухъезд, забрала одеяло, положила. И ушла в свою комнату. Она просто, я вообще настолько... То есть она уже встала, спустилась за одеялом, поднялась и обратно легла. И вот ты её говоришь, спускайся. Она говорит, нет. Я говорю, одевайся. Она говорит, дай одежду сюда. Я говорю, ты там будешь тысячу лет одеваться. Она вот эти колготки надевает, тысячу лет. Потом, блядь, всё это сопровождается диким криком, блядь, ором. И в итоге мы её провожаем не в школу, а куда-то на войну. Она вся заплаканная, блядь. Типа, всё, пока. И ты идёшь, блядь, и вообще уже и спать не хочется, потому что, типа, сердце кровью обливается. Ты такой, блядь, господи, почему нельзя просто встать? Потому что я помню себя в её возрасте. Мне бабушка, типа, говорила, вставай. Всё, я вставал, блядь. Ну, потому что, если я скажу, я не хочу вставать, ну, там будут... Тебя за волосы поднимут. Будут вопросительные очень взгляды, типа, что значит не хочу, блядь. Ну, типа, вот я в своё... Как-то мне вот без особых объяснений мне сказали, что, типа, надо. То есть система в меня сильно попала. То есть я такой... Ну, я понял как-то подсознательно своим детским мозгом, что я в системе. И с системой нужно бороться. Видимо, моя дочь пока до сих пор не осознает. Мы пытаемся объяснить, что система вот эта, в которой она сейчас живёт, её нельзя избежать. Школа – это система. Тебе нужно научиться жить в этой системе. Не ходить в школу ты не можешь никаким, ни при каких обстоятельствах. Это система, которая должна тебя научить сотрудничать с идиотами, которых будет полно. А школа – это как раз отличный аттракцион для сотрудничества с людьми, которые не совсем тебе нужны или наоборот нужны. Вот учительница там тоже. А ты согласен с тем, что сексуальное воспитание в наших школах невозможно сейчас? Да возможно, на самом деле. Почему невозможно? Просто нужны грамотные преподаватели и всё. Ты встречал таких? Да, есть. Молодые преподаватели. Просто вы выпускайте их. Вот они выпускаются с институции. Три-четыре года у них какая-то практика в этом. В младший класс или что. Потом давайте им эту дополнительную штуку, чтобы они обучали ещё детей по поводу сексуального образования. Потому что у моей дочери сейчас, учительницы, ей 60 с чем-то лет. Ёб твою мать. 9 и 60. Это какая пропасть, блядь, между... Это полвека пропасти, понимаешь? Полвека. У них абсолютно тотальный диссонанс. О чём они могут говорить? Взрослая женщина ежедневно приходит к детям, 60-летней. Ей вообще... Ты понимаешь, насколько ей похуй на этот выпуск, на следующий год, что у неё будет? Ей уже лет 15. Поебать! И вот... А вот когда она учила... Мы когда жили в другой квартире, она училась в другой школе. И там была преподавательница. Она, по-моему, младше меня даже. И вот я видел, как девчонке вообще не всё равно. Она так заинтересована во всей жизни детей. Это классный руководитель была, да? Да, да. У детей же с первого по четвёртый один классный руководитель. А этой вообще, блядь... Тут недавно Настя её на жопу посадила, потому что она... То есть, смотри, там прям устроила буллинг. Взрослая женщина. И мы ей сказали, вы же булли... Ну, это буллинг. Вы прилюдно унизили ребёнка. Она такая, нет. Это у меня такая игра воспитательная. У меня вообще психологическое образование, которое она получила, блядь, при Сталине. Понимаешь, короче, что произошло? Моя дочь выкрикивала с места. И она ей говорит вот это. Знаешь, как она говорит? Что самое умное, иди на моё место. И она это сделала. Она взяла... То есть, не моя дочь. Она взяла мою дочь, сказала, садись. Села, посадила её на свой стул. Сама села за её стул. И говорит, рассказывай. Моя дочь начала рассказывать. И учительница начала ей выкрикивать. Из-за чего весь зал, весь класс начал смеяться над ребёнком. Что в целом, ну всё, это для него блок. Сразу слёзы и так далее. То есть, она сидит и видит... Что она так её позорно отзеркалила, серьёзно. Да, да. Потому что она старая, блядь. И нихуя не понимает, как работает эта система. Как нужно вообще... И когда мы ей скажем, что это буллинг, она такая... Она такая, я не знаю, что такое буллинг. Она не знает. Понимаешь, она... Я понимаю, что с детьми не сладко. Я понимаю, что дети это тяжело. Слушай, от нас отказывались несколько учителей даже. Да, да. Но почему... Вот почему взрослые такие женщины, вот первый, четвёртый класс. Почему не пойти... Ну, старшеклассников. Математика, алгебра. Это вообще... То есть, если ты в девятом классе уже в десятом вот так себя ведёшь, то это ты, долбоёб. А сейчас фундамент в них закладывается. Ну, то есть, понимаешь, вот эта вот история про... Любовь к школе, всё, отбито нахуй у нас. Ну, всё, мы школу ненавидим. Всё. Ну, всё... И всё проеблось, потому что вот так вот. То есть, по-твоему, это решилось бы более вовлечённым и молодым преподавателем? Это сто процентов. Я больше, чем уверен, сто процентов. Это бы... Потому что я помню, что даже когда я учился в пятом классе, у меня был предподаватель по истории. Там, когда самая интересная история древнего мира, пятый, шестой класс. Мужчина, которому было, может быть, 30 лет от силы, 33 года. И он рассказывал, и я знал историю просто невероятно на пятёрке. А вообще мужской голос, говорят, лучше усваивается у учеников. И, типа, восприятие от преподавателя мужского пола, оно продуктивности больше тебе даёт. О, минутка сексизма в подкасте. А до этого что было от тебя, Серёжа? А это я... Нет, это не сексизм. Это был, скорее, эйджизм, получается. Да-да-да. Я не знаю. Конечно, возможно, я вообще ничего не понимаю в системе образования. Но и вообще не мне об этом говорить. Но для меня... Я вообще... У меня была старая учительница. Вот так брала мил и говорила. Вот так била мне в башку, когда я что-то не понимал. Что ты не понимаешь, блядь? И вот всё... Я даже не говорил об этом. Всё было так устроено, что я такой... Ну вот, мне дали, блин, потому что я не понимаю. Любовь Владимировна, блядь... А эти ещё... Она ещё такая спекулянтка была отчасти. Знаешь, она центровала вокруг себя детей каких-то, которые... Возле неё там крутят вот эти... Они везде есть. В институте тоже есть эти прихвости. Жаполизы, ты хотел сказать. Когда пара заканчивается, все попиздавали курить и в буфет, а эти предподаватели идут, и что-то там за трибуной с ним... Я думаю, сука ты ёбаная. Что тебе там интересно? Мы на втором курсе. Что ты там собрался, блядь? Теорию государства и права мне так интересно. Расскажите мне более углублённый курс. Да ты пошёл ты в пизду. Нам всем сейчас одно интересно. Как пойти, блядь, покурить и что-то обсудить. Нет, он сидит там... И, к слову говоря, все эти чуваки, которые туда ходили, сейчас работают за 15 тысяч, блядь, какими-то юристами где-то в конторе какой-то, который там... Ненавидела никогда. Вот так же и в школе было. Она их собирала, и они такие... Любовь Садирина так сказала, Любовь Садирина так сказала. Блядь, как вообще просто... Я помню, у меня есть друг, одноклассник, Гурам Гургенадзе его зовут. И он, когда контрольную подписывал, он вместо Гурам Гургенадзе написал ГГ, Г.Г. И она, блядь, из этого полурока его стебала. Посмотрите, что он написал. ГГ, ГГ. И весь зал, блядь, весь класс смеялся. Типа, ой, Гурам теперь не Гурам, Гурам теперь ГГ. И она за это его... Ну, типа, папак, а что он сделал? Сокращенно написал свое имя. Ну, это вообще тоже... И мы так и объясняем своей дочке, когда ей ставят тройку за то, что у нее ручка черная, а не синяя. Серьезно, такое дерьмо до сих пор есть? Ага, зато, блядь, знаешь, как они это обосновят? Я учу детей дисциплине. Дети должны быть прилежными и послушными. То есть они вот, ну вот, пожалуйста, Советский Союз. Дети должны вот... Если синяя ручка, партия сказала, значит, должна быть синяя ручка у всех. И когда я ставлю тройки, я ей прямо так и говорю, вообще забей, вообще не обращай внимания. Решение правильно. Ты поняла, как это сделать? То, что тебе поставили тройку, это вообще... Я вот прямо сейчас при тебе на пятерку. Слушай, это очень здорово, что вы говорите ребенку, что оценки – это вообще не показатель ее знаний. Вообще не показатель. Я говорю, хочешь, я прямо при тебе, вот прям при тебе, исправлю эту тройку на пятерку, и потом пускай идет доказывать, что это... Слушай, учителям многое себе позволяют до сих пор, и за длинные волосы мальчиков стебают. Вот, посмотрите, какая косичка. Чем длиннее волосы, тем меньше мозгов. Да? Постоянно это происходит. О, господи. Да, это история про брата моей девушки. Да? Блядь, это просто жесть. У меня классный руководитель был. Я даже не знаю, он сейчас... Он уехал на Украину, и потом там война началась. Я вообще не знаю, жив он или нет. Но и жив. Вот это был вообще крутой мужик. Прям вообще. Он прям такой химио-биологию вел. И прям интересно так вел, и все. Но я химию вообще не понимал, биологию. И он видел, что я по химии вообще не собираюсь никуда двигаться. И он меня просто вызывал к доске, говорил, вот это налей, вот это посыпь, и иди давай четыре. Ну и все, и вообще меня не заебывал. Такой мировый мужик. Короче, я стоял на комиссии по делам несовершеннолетних, но это такой не совсем порядочный был. И из-за того, что у меня там в семье были терки, я часто дома был один вообще. То есть один мог жить какое-то время. И я в своей комнате прям курил. Он прям приходил ко мне домой каким-то журналом с надеждой попиздеть на меня, на родителям рассказать про меня. А родителей никого нет. И он приходил, и я прям стоял, он такой, я прям курил, он прям, говорит, принеси табуретку. Я ему приносил табуретку, он садился, я такой, ну что ты, я понял все, да, да, ну крутой ты перец, что ты начинаешь-то? Я же по-другому, говорит, хочу с тобой. Давай нормально с тобой попиздим, типа. Ну не так, конечно, он говорил. Он говорил, давай нормально просто поговорим. Ну смотри, ну вот это, вот это, вот это. Зачем вот просто, зачем тебе эти проблемы? Тебе не надо, чтобы вот к тебе ходили и так далее. Я такой, не, не надо. Он такой, ну давай, если надо, я тебе помогу. Ты скажи, ты что-то не понимаешь. И вот так он со мной разговаривал, и я вообще в целом и ЕГЭ хорошо сдал, и школу закончил вообще хорошо. И просто благодаря тому, что он просто со мной по-человечески поговорил на равных. Типа, он такой, я все понимаю, я вижу всю ситуацию, я четко слышу тебя. Я такой, я тогда вообще вас тоже слышу. Конфронтация. И все, и типа, а остальные, не, вообще, до свидания. Серега, ты правда очень крутой перец. Беру слова твоего наставника из детства. И желаю тебе удачи, пусть у тебя сегодня вечер будет непохмельным. Спасибо тебе, что пришел, было круто. Да, спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok